Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Мы уже знаем, что торопиться никуда не нужно, но одновременно с этим мы точно так же знаем, что каждый день, каждый день в системе мы начинаем общаться со своей душой. Итак, вот чтобы было широко это разъяснено, я вам предлагаю тему «Осознанный человек». Тема «Не моя». Ссылка под названием ролика. Осознанный человек? Не опускайтесь до низких вибраций. Осознанные люди, у которых связь с душой достигла 50% полураскрытыми, им невероятно сложно находиться в этом мире. Когда человек начинает чувствовать себя уже душой, он смотрит на окружающий мир совершенно другими глазами. Что значит «Осознанный человек»? Это человек, у которого связь с душой уже установлена на 50%. Для примера, у среднестатистического жителя планеты, который вообще ни о каких высших материях никогда не задумывался и даже не собирается, ходит на свою работу, ест, пьет, радуется сексу и отпуску, копит деньги на всевозможные материальные блага, огорчается, когда вдруг отменяется поездка к морю и считает мужа или жену своей личной собственностью по типу холодильника или микроволновой печи. Вот у такого человека связь с душой колеблется в разные моменты его жизни от 10 до 20%. Связь, разумеется, есть. Ее не может не быть. И совсем он не бесчувственный. Кроме пива и секса, такому человеку еще доставляет удовольствие любоваться красотой планеты, иногда испытывать совершенно искреннее сострадание к близким и прочие ощущения, и чувства, которые исходят именно от души, а не от тела и разума. Также есть люди, практически биороботы, которые совершенно спокойно могут убить человека или животное, изнасиловать, причинить невероятную боль абсолютно безо всяких чувств. При этом у этих людей связь с душой только по факту ее присутствия, примерно на 1-2%. Воплощенная душа не может покинуть такое тело. По условиям договоренности со своим же Высшим Я. Она должна сделать все возможное и зависящее от нее, чтобы познать себя, раскрыть и достучаться до разума человека. Но покинуть его раньше обозначенного времени смерти его физического тела до обрыва серебряной нити она не может. Осознанный человек, у которого уже достаточно сильная связь с душой, максимум которого можно достигнуть в настоящих условиях, в настоящее время – это 80-90%. Это уровень связи просветленного, когда отработаны все кармические ошибки, усвоены все уроки. По достижении такого уровня душа считается выполнившей все свои задачи и может уходить в тонкие миры. Осознанные люди, у которых связь с душой достигла 50%, полураскрыты. Им невероятно сложно находиться в этом мире. Когда человек начинает чувствовать себя уже душой, он смотрит на окружающий мир с совершенно другим взглядом. Он видит его диаметрально противоположно, чем человек, который еще находится в системе. Любую ситуацию, которая происходит с ним или другими, он даже не то что видит ее по-своему, он ее чувствует. С одной стороны, такой человек относится к происходящему спокойно, уже понимая, что находится лишь в театре, где все актеры играют свою роль, совершенно не понимая, что они вообще играют. А с другой стороны, в определенный момент возникает острое желание, практически потребность, как-то помочь. Ощущается совершенно необычное для нашего мира чувство огромной любви и сострадания ко всему. В то же время приходит понимание, что тебя мало того, что не слышат и даже не пытаются этого делать. Но и то, что разум многих и многих людей настолько крепко держит оборону, свои рамки, блокировки, что любое произнесенное тобой слово воспринимается на каком-то другом языке, который совершенно непонятен. Человек, слушая тебя, почти сразу выстраивает между вами каменную стену и пытается сбежать. А душа его тянется к тебе, кричит человеку, послушай, почувствуй, не уходи, все четно, и многие опять закрываются. После определенного периода пребывания в осознанном состоянии появляется желание просто уйти отсюда. Но уходить нельзя, пока не закончишь свой путь. Просто нет смысла. Мы все связаны по цепочке. Следующий раздел. Всего один человек может изменить жизни тысяч людей. И если вдруг уйти, уйти досрочно, душа будет страдать еще больше от того, что она могла сделать или даже хотя бы попытаться сделать, но не стала, не справилась. Система рушится. Рушится очень медленно. Но ее создавали отнюдь не глупцы. И сейчас речь пойдет о системе, в которой мы с вами живем. Система рушится. Рушится очень медленно. Но ее создавали отнюдь не глупцы, чтобы вот так позволить ее развалить в один день. Выйти, отключиться из этой системы очень сложно. Разум крепко держит оборону. Для того он и создавался. Но вполне возможно. Отвечая на вопрос про 50% осознанных, скажу, да, это условная цифра. Не то, чтобы их обязательно должно быть столько. Но это крайне облегчило бы сопротивление, которое происходит сейчас на тонких планах между теми, кто рушит систему, пытаясь вывести из сна людей, созидая для них новый мир. Либо же отправить на новую круги переработки. Или свои домашние планеты. И кто же отправит? Те, кто создал эту систему когда-то. Быть может, многие уже заметили, что с начала этого года, со времени вхождения в первую волну, очень выросло количество негатива по всей планете. Нами манипулируют. А мы поддаемся этому. Даже не пытаясь разобраться, где свои чувства и ощущения, а где пришедшие извне, навязанные нам. Об этом можно говорить очень долго. Но я скажу одно. Нет на данный момент 50% осознанных людей. И, к сожалению, пока так и остается в районе 10-15-20%. Но работа на тонких планах как велась, так и ведется. Система планомерно будет разрушена. Это однозначно. И не подвергается никаким сомнениям. Но время ее разрушения, разумеется, затянется. Потому что систему питают сами люди. Они удерживают ее. Но чем больше будет появляться осознанных, тем быстрее система упадет. Хочу сказать всем, кто понял этот мир и себя в нем, держитесь. Не отчаивайтесь. Ваши вибрации очень помогают. И даже если вы не помните, что все работаете во сне и наяву на тонких планах, ценен каждый человек. Ценен каждый. Ценен и очень любим. Всегда держите связь со своей душой. Слушайте ее и свое Высшее Я. Познавайте и укрепляйте свой дух. Вас любят и дорожат вами. Отчего желает любой человек? В первую очередь покоя. Покоя, которое на самом деле является отсутствием беспокойства. Чтобы было тепло, светло, спокойно. Чтобы была полна полным коробочка с едой. Ведь тело надо регулярно удобрять. Чтобы не развалилось. Чтобы было на чем возить себя на работу, кафе, магазины, больницы. Чтобы в доме было чисто, комфортно, технологично. Да чтобы и, собственно, сам дом вообще был. Система с радостью предоставляет все это. Что вообще захочешь. Но в обмен на маленькое, незначительное нечто, то, чего ты никогда не видел, не слышал и даже потрогать не можешь, на твою душу, а вернее, на выработанную энергию проявления твоей душой в виде человека. Но не для возвышения и эволюции души, а на поглощение вас в бесконечном круговороте перевоплощений для своих целей. Отчего же хочет душа? Душа бесплотна. Ей не нужны помидоры и модная одежда. Она не нуждается в ежегодном посещении лазурных берегов с бокалом вина в руках. Ей не нужны каждую неделю новые разноцветные платья и галстуки. Но как же она страдает? Раз за разом душа приходит в этот мир в надежде, что ей удастся взять верх над умом. Раз за разом она старается достучаться до него, показать, на что он будет способен, если они будут вместе, разум и душа. Но все безуспешно. Кто тогда я? Спросите вы. Я – это разум? Тело? Или я – душа? Или я – дух? Когда человек, его физическое тело рождается в этом мире, происходит воплощение душа, аспект, который это тело уготовано, присоединяется к нему тончайшей серебряной нитью. В этот момент разум нового тела еще совершенно чист. Из-за всей информации у него есть только совокупность сведений, ключевые моменты предыдущих воплощений, которые записаны в казуальном теле каждого. Раздел. Разум чист, возвышен и прозрачен. Душа смотрит через него на этот мир и старается изо всех сил ухватить остатки угасающей памяти о своем предназначении здесь из-под закрывающейся завесы между мирами. Она еще помнит, еще пока понимает, что это необходимо для того, чтобы ее теперешнее воплощение прошло так, как она себе запланировала, чтобы пройти все уроки и исправить ошибки, сделанные в предыдущих жизнях. Но система не дремлет. И с самого рождения делает жизнь болью. И проблемой пугает страхами и болью. Впихивает в чистое сознание тонны мусора, что хорошо, а что плохо. Через несколько лет беспамятного пребывания здесь завеса между мирами полностью опускается. И тут начинает происходить включение в систему, в социум. Конечно, маленькая тельца еще до рождения уже регулярно таскают по больницам и оглушают жутко орущим устройством по имени УЗИ. Но примерно до года душа человека еще находится между мирами. И, как правило, большее время проводит в мире тонком. Поэтому особо не чувствует, не запоминает, не вникает. После этого начинает включаться ум, разум, встроенное физическое тело. Самообучающие программы. Сначала родители или кто-то вместо них. Вот так надо сидеть. Вот так надо ходить. Это вкусно. Это горячо. Это хорошо. А это плохо. Потом детские сады, школы, спортивные секции, музыкальные кружки. Это тебе надо. А это не надо. Ни в коем случае. Вот это делай. Туда ходи. А туда не нужно. А ум работает. Все впитывает. Программа записывает. И все. Человек подключен к системе, к обществу. А разум обычно отключен. По прошествии еще некоторого времени программа ум за счет своей самообучаемости уже сама способна делать выводы. Но выводы на основании той информации, что она уже получила от окружающих или системных умов. Ум пытается максимально впитать в себя массу информации и попробовать воплотить даже ментально воображение этого реальности. На это тратятся огромные стратегические энергетические соблазны. А толку никакого нет. Жизнь умом – это не жизнь. Это все равно, как если бы мы садились в машину и просто катились по навигатору, по разным маршрутам, не управляя самостоятельно им. Но это не наша жизнь. Только принимая самостоятельные решения по внутреннему зову, а не по уму, только размышляя по поводу своих ощущений, нам необходимо научиться жить. Эту программу ум можно обучить чему угодно. Она как губка все впитает и будет развивать в себе эго. Активно, ежесекундно мыслить, думать, стремиться к идеалам, к целям, заложенным в нее еще в самом начале, да и в процессе. Еще через какое-то время ум может пересмотреть некоторые устои, а может и не пересмотреть. И рвануть в противоположную, параллельную, перпендикулярную сторону от той, куда его направляли ранее. Многие под этим подразумевают свое развитие, но это не так. Мы не знаем, что такое ум и как он по-настоящему у каждого работает, как устроен и для чего предназначен, как им пользоваться. Так и живем, не свою жизнь, параллельно, недовольные собой. А что же делает все это время воплощенная душа? А душу, по мере обучения и развития программы, сносит от ума все дальше и дальше. Она с каждым годом развития человека все дальше, все больше перестает его понимать. У души отсутствует логический процесс, она не может категорично рассуждать дуальностями и разбирать все на плохое и хорошее, доброе и злое. Душа может только чувствовать, она живет ощущениями. Душа не дуальна, она цельная и светлая у всех, у всех до одного. Часто говорят человек с черной душой, этого просто не может быть. Каждый аспект когда-то был выделен из своего высшего Я. А каждое высшее Я, в свою очередь, отделил от себя Творец. И вот душа пытается достучаться до ума, заставить его чувствовать. Но ум подключен к системе. Он не слышит и не желает слышать душу. Вот такое и получается у нас общество. Вы спросите, а что же создало это общество? Эту систему, находясь в которой мы так, извините, отупели и очерцели. Есть ответ на этот вопрос, но я его озвучиваю индивидуально. Очень важно понять, что вы, каждый из вас, это не тело, это не разум. Не ваши мысли и размышления, не то, что вы думаете и видите. Истинный Я – это душа. Душа светлая и чистая, которая пытается найти выход из этого мира, обнуляя накопленную за тысячи воплощений умом карму. Душа, которая застряла в своих уроках, в плотном мире, вынужденная воплощаться в нем раз за разом и которая стремится только к одному – быть услышанной тобой. Только так, услышав и почувствовав свою душу, можно вырваться из колеса воплощений и перейти, наконец, из мира школы и проверки в мир света и любви. Что бы ни происходило, не опускайтесь до низких вибраций. Все пройдет. Все близится к завершению. Любви всем. Любви всем нам. Любви всем.